Расстояние во Вселенной огромное. Даже в пределах Солнечной системы свету необходимо несколько часов, чтобы достичь внешних планет. А чтобы преодолеть расстояние между звездами, ему потребуются долгие годы. Самый современный космический аппарат, доступный человечеству, проведет в пути к ближайшей звезде десятки тысяч лет. Может показаться, что покорение новых миров навсегда останется уделом мечтателей. Но так ли это на самом деле? Космо. Первый космический. Из всех планет Солнечной системы Марс наиболее подходящий для исследований. Периодически он сближается с нашей планетой на минимальное расстояние, которое составляет чуть менее 56 миллионов километров. Свет и радиоволны преодолевают его за три минуты, но космическим аппаратам для этого требуется гораздо больше времени. Они вынуждены путешествовать по Солнечной системе по сложным траекториям, используя для разгона гравитационные маневры около других планет. Например, марсоход Perseverance провел в пути до Красной планеты чуть менее семи месяцев. Ожидается, что ракета-носитель SpaceX Starship может заметно сократить этот срок. Но конкретных данных о продолжительности планируемой марсианской экспедиции пока нет. С путешествиями к иным звездам все обстоит еще сложнее. Даже свет, скорость которого составляет чуть меньше 300 тысяч километров в секунду, проводит в пути до ближайшей звезды Проксимы Центавра более четырех лет. Такой же полет на самом современном космическом аппарате займет около 40 тысяч лет. Однако даже эта невероятная цифра слишком оптимистична. Ведь мощности доступных ракет недостаточно, чтобы разогнаться до 618 километров в секунду даже с помощью хитрых гравитационных маневров. Именно такая скорость необходима, чтобы преодолеть притяжение Солнца и получить минимальный шанс достигнуть других звездных систем. К сожалению, человечеству остается только мечтать об этом. Самым быстрым космическим аппаратом на настоящий момент является автоматический солнечный зонд «Паркер», запущенный НАСА в 2018 году. В апреле этого года его скорость достигла 147 километров в секунду. А после ряда гравитационных маневров, запланированных на ближайшие годы, зонд сможет разогнаться до 194 километров в секунду или приблизительно 700 тысяч километров в час. Однако большая часть космических аппаратов движутся не быстрее 11 километров в секунду. Этого достаточно для того, чтобы вывести объект на околоземную орбиту или даже достичь Луны. Если же говорить о путешествиях к другим объектам Солнечной системы, потребуется разогнаться гораздо сильнее. К сожалению, даже при использовании самых мощных современных двигателей полёт будет очень долгим. Автоматические зонды и следующие окраины нашей системы проводят в пути десятилетия, прежде чем достигнут пункта назначения. Даже самые лучшие современные ракетные двигатели обладают рядом принципиальных недостатков. Полезная масса составляет всего несколько процентов от общей массы ракеты, а удельный импульс вплотную подобрался к технологическому пределу. Если объекты Солнечной системы хотя бы в теории могут быть достигнуты с их помощью, то для полётов к звёздам нужно искать другие методы. Несомненно, способы увеличить скорость космических кораблей существуют. Некоторые из них звучат фантастично, другие активно применяются уже сейчас. Например, ионные двигатели, в которых заряженные частицы ускоряются в электростатическом поле, отдавая свой импульс космическому аппарату. Уже сейчас ионные двигатели показывают эффективность до 70 раз большую, чем химические. Это позволяет не только быстрее разгонять космические корабли, но и увеличить долю полезной массы в них. К сожалению, мощность этих устройств пока слишком мала, чтобы поднять космический аппарат с Земли. Однако ещё с 70-х годов прошлого века они успешно применяются на спутниках и орбитальных станциях для манёвров и корректировки орбиты. Другой подход предлагает нам вовсе отказаться от идеи реактивного движения. Вместо этого можно воспользоваться давлением света. Солнечный парус, улавливая поток фотонов, идущий от нашего светила, способен разогнать космический аппарат до скоростей в сотни километров в секунду. При этом практически без затрат. Вместо света можно также улавливать солнечный ветер. Такой парус называется электрическим. Однако взлететь с поверхности Земли или любой другой планеты с помощью паруса невозможно. Можно, конечно, использовать для выхода в космическое пространство другие виды тяги, а паруса развернуть уже потом. Впрочем, это не решает другую проблему. Вдали от светила этот тип двигателей неэффективен, ведь плотность потока фотонов в межзвёздном пространстве гораздо меньше, чем в окрестностях звезды. Поэтому преодолеть межзвёздное расстояние на таком корабле очень трудно. К тому же создание паруса требует материалов, сочетающих в себе запредельную прочность и невероятную лёгкость. Возможно, графеновые плёнки или другие разработки учёных помогут ускорить создание этих сверхэкономичных, но не очень мощных космических кораблей. Итогом развития этого направления мог бы стать фотонный звездолёт. В нём мощный источник света создаётся непосредственно в фокусе огромного параболического зеркала, а необходимую вспышку может обеспечить аннигиляция небольшого количества антиматерии. К сожалению, эта концепция до сих пор остаётся уделом фантастики. На нынешнем этапе развития просто невозможно создать ни зеркало, ни достаточно мощный источник света. Также для создания тяги можно использовать силу ядерного распада. Согласно американскому проекту середины прошлого века корабль, оснащённый импульсным ядерным двигателем, мог бы достигнуть Альфа-Центавра в течение 130 лет. Его разгон должен был происходить за счёт цепочки ядерных взрывов мощностью около килотонны каждой. Ударная волна, отражаясь от крепкого термостойкого щита, с лёгкостью могла бы вывести космический аппарат за пределы земной атмосферы и разогнать его до невероятной скорости. Главной проблемой этого типа космических кораблей стало радиоактивное загрязнение стартовой площадки и сложности в изготовлении толкателя. Не так просто создать щит, способный выдержать цепочку ядерных взрывов, пусть и не очень мощных. В итоге разработки импульсного ядерного двигателя были признаны бесперспективными, и все исследования в этой области были прекращены. Однако это не значит, что использовать энергию деления ядер для космических полётов невозможно. В самом простом проекте ядерного реактивного двигателя водород пропускается через активную зону ядерного реактора, собранную из твёрдых урановых стержней. Тепло, выделяемое при ядерном распаде, нагревает газ до высоких температур. После этого он выбрасывается через сопла, разгоняя корабль. Такой двигатель называется твердофазным, и его можно построить уже на нынешнем этапе развития технологий. При этом удельный импульс твердофазного ядерного привода как минимум вдвое выше, чем у современных химических. Температура активной зоны твердофазного ядерного двигателя не может превышать 3000 градусов Цельсия из-за опасности разрушения элементов конструкции. Если же увеличить примерно до 25 тысяч градусов, то внутренняя часть реактора превратится в облако раскалённой радиоактивной плазмы, а эффективность двигателя увеличится в несколько десятков раз. Такой двигатель называется газофазным, и его использование не только сократит время полёта к Марсу до нескольких недель, но и позволит преодолеть притяжение Солнца и в теории достичь других звёздных систем. Однако удерживание раскалённой радиоактивной плазмы требует сложных технических решений. Ни один материал не может остановить облако плазмы температурой в десятки тысяч градусов. На такое способны только мощные электромагнитные поля особой конфигурации. Технологии, которые помогут достичь этого, разрабатываются прямо сейчас. Они же необходимы для разработки ещё более мощного привода, в основе которого лежит использование термоядерной энергии. Для реакции термоядерного синтеза не требуются тяжёлые элементы, труднодоступные в космосе. Вместо них используется водород – самый распространённый элемент во Вселенной. К тому же, во время термоядерной реакции выделяется гораздо больше энергии, чем при распаде тяжёлых элементов. По расчётам, этот тип двигателя может разгонять космические корабли до десяти тысяч раз эффективнее, чем современные приводы. А значит, путешествия к ближайшим звёздам могут занимать гораздо меньшее время – всего несколько десятилетий. Модификацией данного вида космических кораблей является гипотетический проект межзвёздного прямоточного звездолёта «Боссарда». В его основе лежит термоядерный реактивный двигатель, а передняя часть представляет собой гигантский уловитель материи. Во время движения звездолёт должен собирать разрежённый водород, заполняющий космическое пространство, и использовать его в качестве топлива или рабочего тела. При определённой скорости звездолёт может добывать при движении столько же газа, сколько тратит на разгон. Это делает звездолёт «Боссарда» практически автономным. Тем не менее, все эти типы двигателей не способны достичь даже десятой доли скорости света за кратчайшие сроки. Однако мексиканский физик Мигель Алькубьерро ещё в конце прошлого века выдвинул крайне смелую гипотезу. В её основу легло следующее предположение. Если в обычном пространстве нельзя двигаться со сверхсветовой скоростью, то можно двигать само пространство. Согласно гипотезе Алькубьерро, гиперпривод должен сжимать пространство по направлению движения и растягивать позади корабля. Для этого понадобится так называемая экзотическая материя, обладающая необычными свойствами. Например, отрицательной плотностью энергии. Теоретически такая материя может существовать, но экспериментально обнаружить её пока не удалось. Долгое время гипотеза Алькубьерро не воспринималась всерьёз. В первую очередь из-за необходимости в экзотической материи и отсутствия экспериментальных подтверждений. Возможно, она так и осталась бы недосказанной, однако последние месяцы принесли сразу две обнадёживающие новости. Одна из них сообщает, что немецкий астрофизик Эрик Ленц разработал теорию, согласно которой для создания пузыря Алькубьерро не требуется экзотическая материя. Ленц предложил формировать его с помощью устойчивой одиночной волны, созданной с помощью особой плазмы. Такая особая волна называется солитоном, и она способна распространяться на огромное расстояние без потери мощности и формы. Для создания подобного возмущения в пространстве не требуется экзотическая материя, однако энергия, необходимая для этого процесса, всё ещё слишком велика. Пришлось бы аннигилировать несколько десятков Юпитеров, чтобы звездолёт смог достигнуть Проксимы, ближайшей к Солнечной системе звезды. Однако Эрик Ленц заявляет, что потребность в энергии можно уменьшить в 30-60 раз. И он работает над расчётами прямо сейчас. Другая новость гласит, что физики Алексей Бобрик и Джанни Мартир из Нью-Йорка адаптировали теорию мексиканского коллеги для субсветовых скоростей. Отказ от преодоления скорости света снимает целый ряд парадоксов и позволяет теоретически достичь очень высоких скоростей в будущем. К тому же в результате этих расчётов количество энергии, необходимое для создания пузыря, снизилось на несколько порядков и достигло величины эквивалентной массе Земли. Прогресс человечества ускоряется с каждым днём. То, что казалось фантастикой 10 лет назад, стало обыденностью в наши дни. Невероятные предположения становятся действующими прототипами, а затем частью повседневной жизни. Звёзды, становятся ближе к нам с каждым днём. Может быть, мы ещё увидим, как человек покоряет новые планеты. А пока оставайтесь с космо и не забывайте поддерживать наше видео лайком. И услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok